Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов и Александра Хайрулина. Мы с большим удовольствием вас приветствуем и сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы ШУ. И здесь шумные, 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 бурные овансы. Спасибо. Дорогая солистка, фронтвумен, я не знаю, муза, ну и, конечно, основательница этого чудесного коллектива. Рада тебя видеть в очередной раз в нашей студии, конечно, всю твою потрясающую команду. Наша встреча случается сейчас в канон такого очень красивого события, которое аж даже несколько очень значимых таких моментов в себя включает. Это и день рождения группы, и выход альбома. И наверняка что-то еще, вот что-что-что, ты нам сейчас обязательно должна рассказать. Да, все верно. День рождения группы, 9 лет, исполняется на коллективу. И мы выпускаем альбом. Собственно, все это в одну дату происходит. И 26 октября мы делаем презентацию этого альбома и празднуем день рождения в кругу слушателей, друзей в клубе 16 тонн. Ну, не просто празднуем, не просто играем. Ты не умеешь просто что-то делать. У тебя всегда обязательно какая-то идея очень оригинальная. Всегда очень красиво. И не зря были и затравочки такие запущены в социальных сетях. Видео с прошлых, шоу, не просто концертов. Что на этот раз ожидать поклонникам ваших? На этот раз мы обсуждаем очень серьезную тему, глубокую. Называется альбом «Безгранична». И тема, которую мы поднимаем, это тема отказа и выхода за пределы границ, которую мы сами себе строим и придумываем. И, в общем-то, весь альбом об этом, и тексты наших песен об этом, и вообще вся наша деятельность об этом. Как и, наверное, у любого музыканта и у группы, которая творит и пишет свою собственную музыку. В общем, мы пытаемся развиваться и отказываться от того, что нас сковывает. И сейчас такое время в мире, когда эта тема поднимается очень многими и артистами, и деятелями искусства. И мы решили тоже ее обсудить с нашими слушателями и подписчиками. Ну, а что касается альбома этого, я знаю, тоже необычный. Там, во-первых, достаточно много треков, да, но по сравнению с тем, что мы сейчас видим, обычно, что выпускается, ну, там, 7-8, ну, 10 максимум. У вас же, если не ошибаюсь, 13. Да, так и есть, и мы, как и сейчас модно, выпускали синглами какие-то наши произведения, и альбом этого за всю долгую историю группы, второй всего лишь, такой полноформатный, у нас были и макси-синглы, там, из четырех песен состоящих, но такого полноформатного альбома еще за последние годы мы не выпускали. Действительно, 13 треков, два из которых — это мои любимые такие зарисовочки, небольшой музыкальный фрагмент, на который наложены аудиосообщения из WhatsApp, как мы, в общем, все встречались на студиях, репетировали и так далее, и получились такие задорные музыкальные зарисовки, можно назвать. То самое любимое, когда можно подслушать, да, и оказаться, как бы, вот в той таинственной отозновке, да, ну, как мы любим смотреть фильм о фильме, о том, как снимали какие-то киноленты, и тут это такое аудио, создание аудио, вот, а остальные 11 — это, да, полноценные песни, которые можно было уже слышать на наших концертах, какие-то песни новые, какие-то песни старые, но очень переделанные, и до этого они не были записаны, поэтому, в общем, я думаю, что альбом должен удивить, я надеюсь, он удивит и тех, кто нас уже слышал, и тех, кто только узнает. Будут песни и на русском, и на английском языке? Нет, на этот раз только на русском. Какие вы молодцы! Говорим мы, да, русский язык? Люди, которые не знают, у нас странный язык. Ну, правда, это здорово, интересно. Ну, мы как бы не то, что к этому особо стремились, вот, чтобы только на русском, просто песни пишутся у нас на русском языке в группе, я пишу на русском, поэтому так и выходит. Не то, чтобы это какая-то цель. Но без экспериментов там не обошлось, все равно, что касается и музыкального состава, каких-то новых, не знаю, примочек, звучков, что-то такое, там было использовано. Да, там очень много нового звука для нашей группы нового, и, в принципе, это можно слышать даже с самых первых нот. С самых первых нот, но вот только сейчас-то нам не удастся послушать эти самые первые ноты, но я имею в виду прямо на пластинке, да, потому что выход запланирован на 25-е, или 24-е? 25-го октября пластинка выйдет, да. 25-го октября, и нужно уже просто, я не знаю, предзаказ открыт, не в курсе, да? Нет, 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 прямо пластинка выйдет целиком, мы не будем никаких открывать треков, все будет сразу целиком. 25-го все скачивают, учат тексты, да? Все верно, распечатывают, да. Ну, и 26-го уже на концерт, в 16-го, начало 8 вечера, друзья. Нам очень хочется попросить вас начать уже музыкальную часть нашего эфира, нашей встречи. Сегодня вы малым составом, я смотрю, да. Да, мы не стали всех тащить. Ну, у нас действительно небольшая сумма. Ну, треть, треть собралась. Первая песня называется «Мурашки». Ох, вау. Ох, вау. Ох, вау. Волны падали в глубину, в воду тёмную Когда песок оплатил ноги, я уже не стойкий воин Оттянул и из успокаивал, ласкал, чтоб я оставалась без боя И мне казалось, что вся жизнь только этого момента рядом с тобой стоит Что одновременно снег присыпухлыми каплями нас это небо напоит Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт О, мы знаем, никогда не произойдёт, но почему-то ждёт, ждёт Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт О, мы знаем, никогда не произойдёт, но почему-то ждёт, ждёт Я всё время закрываю глаза и чувствую утро Голод потому, дню, когда в дороге терялись им ночами от луны Холод собирали спинами рассу, укрываясь в бой тишины Звон, запах твоей шеи и ладони и зажатый в руках мне сидит телефон Мне казалось, что вся жизнь только этого момента рядом с тобой стоит Что одновременно снег присыпухлыми каплями Мне казалось, что вся жизнь только этого момента рядом с тобой стоит Что одновременно снег присыпухлыми каплями нас это небо напоит Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт О, мы знаем, никогда не произойдёт, но почему-то ждёт, ждёт Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт О, мы знаем, никогда не произойдёт, но почему-то ждёт, ждёт Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт Расскажи мне обо всём, пока мурашки воды под небом и нас ждёт Я все время закрываю глаза Я вижу ту песню звездную Когда парами в облаках дыма Ложились на разу блескую Когда от ума рисовал картины, думал А вот, вот, сорвутся каждая песня Как записка из прошлого себе самому Расскажи мне обо всем пока Мурашки воды поднимай, дождем Оба знаем, никогда не произойдет Но почему-то ждем, ждем Расскажи мне обо всем пока Мурашки воды поднимай, дождем Оба знаем, никогда не произойдет Но почему-то Расскажи мне обо всем пока Я не знаю, как никогда не произойдёт Но почему-то ждёт И всё Расскажи мне обо всём, пока Я не знаю, как никогда не произойдёт Но почему-то... Расскажи мне обо всем По самому Расскажи мне обо всем Ждет Да, Господи, нужно было ждать этого дня всю свою жизнь, друзья, если ждали это случилось. Группа шоу у нас сегодня в гостях, браво. Да, Мурашек, ребята. Спасибо. Круто. Коротенькая пауза и, конечно, сразу же вернемся к вам. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Друзья и ведущие сегодня безгранично рады, что в гостях у концертного зала очень большая группа шоу. Даже, наверное, сегодня оркестр целый. Надежда Малинка. Ну, это действительно ведь на концерте, расскажи, пожалуйста, еще больше людей будет или вот это концертный состав? На этом остановимся. Нет, нет, ну такой состав будет, еще будут небольшие сюрпризы, но в целом вот так. Шуня, ну если говорить и вспомнить о том, что будет день рождения, и именно в день рождения выходит и новый альбом, и будет концерт красивый. Тогда, 9 лет назад, состав тоже был уже такой масштабный. У тебя уже тогда были возможности организовать всю эту банду или было поскромнее? Нет, состав был очень маленький, были барабаны, были клавиши, был бас и перкуссия. Так, потом тебе показалось, что это маловато будет. Ну, во-первых, это были другие музыканты, это были взрослые и очень именитые джазовые музыканты, которые играли с Алексеем Козловым в «Арсенале». И, в общем, они меня обучили всем своим знаниям, передали мне все свои знания. И первый, собственно, альбом, который можно найти на просторах сети, он такой более джазовый, более фьюжн стиль иллюстрирует. А сейчас, ну и постепенно после того, как меня всему обучили, прошло там пара-тройка лет. Слушай, а что самое главное, вот если так вот тезисно? Ты же уже была профессионалом? Нет, я ничего не знала тогда. В том-то и самое интересное, что я была, в принципе, ребенком, я поступила в академию. И это, кстати, хорошо, они ее не переучивали, а просто лепили. Ну, не то, что они меня лепили, но они мне давали, в принципе, все азы знаний, которые нужны для того, чтобы начать группу, в принципе, они мне передали. Вот, и постепенно там же, в Гнесинке, мы стали встречаться с ребятами и пытаться создать. Ну, сначала мы работали в двух составах, периодически с ребятами, периодически с опытными музыкантами, а потом постепенно-постепенно вот образовался свой состав. У меня всегда была мечта, чтобы группа была своя именно, то есть чтобы мы работали не с приглашенными музыкантами. Мы — это я, ну, если так изначально, чтобы я работала не с приглашенными музыкантами, а именно с единомышленниками, скажем так. И вот сейчас это удалось, это очень радостно. Ну, во-первых, это же дороговато выходит. Надо, правда, смотреть в глаза. И учаим, что просто сейчас записали минусовочки, какие-то там, ну, диджея максимум, и поехали по городам и весям. Ну, что они не ищут легких путей, она... Хорошая идея, ребята. Ребята, без обид, я просто про тренды рассказываю. Ну, да, у нас такой в этом плане не самый гладкий путь у музыкантов, кто работает вживую и кто делает, собственно, авторскую музыку. Действительно, путь довольно трудный, но что делать? Приходится. Ну, очень красивый и профессиональный, да, конечно. Розыгрыш билетов. Расскажи, у вас же в сети какая-то интересная история идет. Да, как раз-таки этот розыгрыш на самом деле остается всего лишь сутки. И остаются до конца этого розыгрыша. Как всегда, мы не просто разыгрываем билеты, а подготовили еще и такую классную историю для первого места. Опять же, завязанную на теме борьбы со своими страхами, борьбы с границами, которые мы сами себе устанавливаем. Мы знаем, что среди наших слушателей много творческих людей. Кому порой не хватает такого волшебного пинка, который бы дал импульс перестать бояться и начать творить действие и так далее. Есть такая интересная певица и мастер своего дела в плане написания музыки, песен и создания каких-то творческих объектов. Зовут ее Наниева, вы наверняка знаете эту исполнительницу. И у нее есть свой тренинг, на котором она, собственно, раскрывает творческий потенциал музыкантов и творческих людей каких-то. Даже не обязательно быть музыкантом, на самом деле. Если у тебя есть что сказать, ты можешь туда прийти. И ее метод как бы помогает раскрыть этот потенциал. Собственно, за первое место мы помимо билетов на наш концерт дарим возможность попасть на этот тренинг и попытать себя... Еще можно участвовать? Да, время-то еще есть? Раскрепощением. Можно еще, конечно, да, есть. Ты больше на концерт хочешь попасть или на тренинг? Ну, я хочу, чтобы люди и безгранично жили, и на концерт сходили. Нет, если конкретно тебя. Ты больше на тренинг хочешь попасть или на концерт? Слушай, а я бы и туда, и туда. Да, да, абсолютно верно, что там так все устроено, что одно другому не мешает. Вы можете сходить на тренинг, потом к нам, потом дома еще написать пару песен и... Может, я тоже... Вы потом уже прийти в студию запремьерить это все дело. Ну, пока я еще не написал пары песен, давайте обратимся к творчеству группы шоу. Да, что мы сейчас послушаем, Шоня? Да, мы сейчас сыграем песню, она из предыдущего нашего... Из предыдущей пластинки, из EP «Твоя земля». Называется песня «Нам было ровно по 21». Это было очень давно, еще в той незаконченной жизни. Не помню, мы скучали в бою и на полу читали в книжном. Нам было ровно по 21. И это был наш последний вечер, помню я. Когда уходил, знал я точно тебя я не встречу. И это был наш последний вечер, помню я. Но когда уходил, знал я точно тебя я не встречу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Дело в том, что... Мы смотрим на календарь Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дimitare ДimaTorzok ДimaTorzok Д Tradition коллективе. Интересно. Нет, вроде бы все хорошо. Все замерли, кстати, ты заметила? Все хорошо. Мы хорошо погуляли на свадьбе, все хорошо. Ну, красивые платья, красивые фотографии у тебя в социальных сетях. Спасибо. У меня такой вопрос. У тебя что раньше и кто появился? Группа Шу в твоей жизни или супруг, Максим? Группа Шу, но он примерно... Он очень помогал, на самом деле, до того, как стать участником, как музыканта. Он мне говорил, чем помочь? Я его заставляла ездить на маршрутке и развозить. Афиши, например, вешать. И он все это прошел... Да. Он не ушел от тебя. Гуру с альфеджио, понимаешь? Он реально добился, получается. Просто вот добился. Молодец. Ну, я тоже постаралась, знаете ли. И теперь, кстати, Макс единственный в коллективе имеет право носить белую обувь. И он, кстати, один из немногих, кто имеет право сидеть целый час и там два, если идет концерт, а не стоять, как все остальные, как, впрочем, даже и мы. Да, мы сегодня просто стоим. Друзья, ну, что, мы очень рады за вас, правда, вам хочется пожелать прям очень долго, счастливой жизни. И, конечно же, вопросы шунят, когда мы будем... с чем вас будем поздравлять с ними? Интересно, что мы не дома, не за семейным столом, но вопросы продолжаются все те же. Все нормально. У нас все по плану. То есть это у вас родители, и вы сами тоже понимаете, что... У нас ненасытные бабушки и дедушки в семье. У нас уже четыре племянника есть в семье, и они все еще... Через 10 минут после того, как недавно родилась моя... Скучно как-то. Моя племянница, мой папа написал, что объявляет конкурс на следующего, поэтому... У нас в семье не забалуешь, поэтому вы не волнуйтесь, там все под контролем. Если конкурс, значит, наверное, и приз какой-то объявляет, хороший, стоит побороться. Ну что, молодые, талантливые, красивые, видите, у них все хорошо получается. Я ожидала любых вопросов, но только нет. А нас интересуют очень именно эти вопросы. Все из жизни, конечно. А что за альбом понятно? Классный альбом, классный концерт будет 26 октября. Мы на него обязательно идем. Клуб 16 тонн, альбом безграничный. Будет очень круто. Что мы сейчас послушаем? Ну, раз уж мы затронули тему дома и семьи, то мы послушаем песню «Запах дома». А у нас эта песня и клип в эфире. Альбом безграничный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 творчество коллектива в Питере. Готовится программа. Также презентация нового альбома. Да, очень масштабный фестиваль. Lady and Just проводится, мне кажется, миллионный раз. Это серьезный очень фестиваль для женщин, которые делают свои группы. Это один из немногих шансов показать свой коллектив. Ладно, это шутка. Просто главная идея, что фронтвумен... Одни женщины, извини, пожалуйста. Фронтвумен коллективов, это женщины. А среди посетителей могут быть мужчины? Могут, конечно. Конечно, Саш, ты что? Попахивает, знаете ли, да. Элитный. В общем, 22 ноября... Да, 22 ноября мы в фестивале Lady and Just представим нашу пластинку и нашу программу с ребятами. А участники команды не обязательно должны быть при этом тоже девушками? Или тебе придется их выреживать? Нет, мы хотели об этом поговорить после эфира. А как раз сегодня, да, ребята... Нет, нет, конечно, куда мне туда тогда? У меня же все мужчины, кроме вот этих... Очаровательных, да. У нас здесь женский такой островок. Хорошо. Что касается Шу-Мьюзик-Скул. Был тоже такой проект, о котором ты рассказывала. Слушайте, это было очень давно. Да. Сейчас как? Лавочку прикрыли. Мы решили, да, сосредоточиться на музыке. Сейчас временно Шу-Мьюзик-Скул не существует, но... Приостановлено. Да, я надеюсь, что мы продолжим. Ну, однако, ты продолжаешь преподавать. Или тоже? Вокал, конечно, да. Вокал ты преподаешь. Кто сегодня из своих участников, из твоих учеников? Может быть, среди них есть те, которых мы, не знаю, слушаем каждый день из утюгов различных? Ну, я надеюсь, что скоро вы услышите, да. У меня недавно несколько учеников поступили в такие серьезные музыкальные учебные заведения, поэтому я надеюсь, что с минуты на минуту мы их услышим в эфире. Ну, а сейчас... Как это интересно. Смотрите, сейчас у них есть возможность мастер-класс от Шуни получить еще один трек. Давайте, что у нас дальше? Мастер-класс по народному вокалу сейчас. Так. А куда ж без него? Это основа. Какая песня? Въявляй. Называется песня «Далекой весной». Поехали. Как поводилось пара, нечасто по воду ходить. К поводилось пара, нечасто по воду ходить. Ну-ка, ну-ка, да ну-ка, часто по воду ходить. К Алексею заходи. На чистом поводу ходить К Алексею заходить Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка К Алексею заходить Ой, да хитренький Алёша, ой, догадали вы был Ой, ну-ка, ну-ка, да ну-ка, ой, догадали вы был На водой стоял, паранёшку дашидал Что ты, что ты грустишь? О чём вспоминаешь? А далёкой местой глаза забыла про все заветы Как так вышла и кто он такой сама, не знаешь Не за что сердце выжит, но кальфон сигареты Часто-часто гуляли вместе Часто-часто про всех забывали А ты пела ему свои песни Про любовь и про жизнь без печали Часто-часто по воду ходила К Алексею заходила 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 О-о-о-о 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 Что ты, что ты грустишь? Где он? Угадаешь Не смешно Не страшно Что ли кто-то Верила Как так вышло И кто он такой Сама Не знаешь Но забыл Все обиды Снова шла Неверенно Часто-часто Гуляли вместе Часто-часто Про всех забывали А ты Пела ему Свои песни Про любовь И про жизнь Без печали Часто-часто Гуляли вместе Часто-часто Про всех забывали А ты Пела ему Свои песни Про любовь И про жизнь Без печали Зарежя Пела По Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушка, ты какой-то Алексей, к которому нужно непременно заходить по пути повода. У тебя в команде есть какой-нибудь Лёша? Нет. Тоже Лёхи нет? Ну, обязательно, конечно. Потому что мы не в эфирах телеканалов, мы погрубее к нему обращаемся в эту песню. Да? Поэтому, Алексея, нам нельзя. Так, она на концертах будет песня, это, да? Что? Эта песня будет на концертах? Да, обязательно, конечно. Вот, ну тогда можно прийти и послушать, и подпеть. Вы меня очень заинтересовали. А там правда прям совсем-совсем-совсем сурово как-то? Да. То есть так, что могут СМИ даже прикрыть, если сейчас это слово проявить? Да нет. Это литература. Но просто нам запрещали так часто это, что мы решили уже и не... Не рисковать. И не рисковать. Ну спасибо, какие воспитанные у нас сегодня гости. Докумаю, я знаю, а не для того, чтобы именно пришли на концерт и послушали, и подпели. Значит, 10 лет скоро команде, правильно, Шоня? Ну не очень скоро, через год. Да время быстро прилетит. Да, время быстро прилетит. Что готовите? Что уже есть в планах на вот это празднование десятилетия? Готовим много чего. И новые треки, и в принципе, ну на самом деле год, это с одной стороны, он очень быстро прилетает, с другой стороны, это достаточно длительное время для того, чтобы успеть выпустить кучу материала музыкального и так далее. Но пока вот ближайшая наша задача — это предновогодняя песня, и будет еще один маленький такой аудио-видео-сюрприз для наших слушателей. А когда он будет? Это все к Новому году приурочено. Ну и будем продолжать работать над новым материалом, потому что все, что мы в данный момент играем, то, что у нас накопился материал, мы выпускаем собственные пластинки безгранично. Насколько комфортно пишется осенью, расскажи, для тебя вот это вот время, какое поэтическое, авторское, насколько оно наполнено? Ну я люблю осень, я считаю, что это такой период, когда ты один против всего мира, против погоды, против всего этого. Ну ты не одна, ты же с мужем вместе. Ну конечно, теперь уже совсем все по-другому. Да. Шун, скажи, на сегодняшний день еще есть ли такие музыканты в мире, которые тебя могут удивить, которые тебя, может быть, даже восхищают? У которых бы ты взяла мастер-класс еще, понимаешь? Конечно, это огромное количество. У кого? Да, есть огромное количество музыкантов сейчас, в общем-то, благодаря интернету, нам открыто просто гигантский пласт того, что мы можем изучить. Ну назови, пожалуйста, несколько команд, это даже нисколько, ну нам тоже, конечно, интересно, но для тех, не знаю, наших зрителей и слушателей, которые, может быть, не попадались эти команды, не знаю, там в интернете в том же самом. Да, их просто огромное множество, и смотря, что мастер-класс «Почему по вокалу?», я бы взяла, безусловно, у певицы Арианы Гранде, потому что я не лучшая певица. Да, вы знаете, ты ее очень любишь. Если вы мужчиной хотите взять мастер-класс по вокалу, возьмите в Джейкоба Кальера, потому что он исключительно круто поет, и у него велик. А, и можете заодно у него взять урок гармонии, например, это тоже будет полезно. Ну, в общем, ты сама-то слушаешь, продолжаешь кого-то слушать. Конечно, ну, обязательно надо слушать. Что в твоей омплеере, в трек-листе, в трек-листе? У меня очень много всего, я прям, у меня всегда эти вопросы, что у вас в трек-листе, они меня вводят в ступор, потому что у меня там есть и ужасно постыдные треки, которые еще со школьных времен перенеслись. Что ты имеешь в виду? Неужели? Группа комбинации? Что это? Нет, не настолько. Сектор газа, не может быть, она была, по-моему, уже. Кармен? А Макс слушает комбинацию, вот он сказал. Там классные синты, он говорит. Алене, привет. Любопытно, так. Ну, не знаю, что Мить? Многоточие, да? У Мити многоточие? Ну, в общем, понятно, всеядные, всеядные. Сами слушают все и лучшее берут и соединяют в творчестве группы шоу. Да, ну нет, на самом деле музыки очень много, и это такой сложный вопрос. Сразу летят бесконечные плейлисты. Ну ладно, давай тогда попроще сможешь представить свою команду? Да, вот с этих проблем не будет. Кирилл Рягузов сегодня играет. Кирилл, спасибо тебе огромное. Макс Мещеряков на кланше. Макс Мещеряков. А ты фамилию, кстати, взяла, можно? Да. Так, то есть все, теперь уже дошла. Артем Архивов на барабанах. Ирина Савицкая на перкуссии. Ирочка, браво. Спасибо. Евгения Каверина. Ксюша. Ксюша. Ксюша Слепченко. Спасибо, девчонки. Красные певицы-красотки. Владислав Алипов. Влад. Маквеюшков. Артем Гавкин. Василий Штарцов и Дмитрий Борисович Артемов играют на духовном педагоге. Не все заметь, кстати, заслужили. И Артур Лещинский играет на гитаре. Артур, спасибо огромное. Спасибо. Я, Слава Мещерякова, пою для вас сегодня. Я знаю, что вас порадует. Да, Мещерякова, все верно. Я причастен к этому. Шоня, спасибо тебе большое, твоей команде. Мы, конечно, не отпустим вас без еще одного трека. Что хочется сказать. Вы, правда, очень крутые. Вы замечательные. Мы ждем альбом «Безгранично». Он появится 25 октября в интернете. Можно будет сразу же купить его, приобрести, скачать. Что важно, Шоня, приложила руку еще и к обложке. Я там в черном ящике. А, ну подожди, я думала, что ты не только в фотографии, но там еще идея твоя. Да, да, ну конечно. Фотограф Мария Бабинцева прекрасная просто. Фотохудожница она даже, я бы сказала. Она это все нарисовала, все это притворила в жизнь мою идею. Я очень ей за это благодарна. Ну а мы еще раз благодарим вас за нашу встречу. Приглашайте всех на концерт. Давайте напомним еще раз возможность заполучить какие-то там супер подарки от вас и так далее. В инстаграме, у нас в аккаунте есть все подробности конкурса. Конкурс продлится до завтрашнего дня, поэтому торопитесь. Те, кто не хочет участвовать ни в каких конкурсах, а просто хочет прийти на концерт, это тоже возможно. 26 октября в 20.00 в клубе 16 тонн. Мы всех будем рады видеть на нашем концерте, презентации новой пластинки безграничной. Группа Шу. Браво, ребята. Наши бурные овации. Ну и, конечно, с вас песня. Аплодисменты. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok